Также состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и министра Российской Федерации по развитию Дальнего Сока и Арктики Алексея Чекункова. На ней обсудили реализацию промышленных и инфраструктурных проектов, необходимых для развития Ямала-Ненинского автономного округа. Крайне важно и интересно поговорить с вами в эти дни о будущем Ямала как мощнейшего экономического драйвера роста. Ведь не секрет, что многие десятилетия Ямала была одной из ключевых экономических провинций большой страны. Но мир меняется, энергетический баланс меняется и надо смотреть в будущее. Я рад, что мы обсуждаем аспекты туризма, аспекты диверсификации экономики, аспекты глубокой переработки, аспекты развития северного морского пути. С тем, чтобы благополучие Ямала, достигнутое благодаря углеводородам, благодаря усилиям предыдущих поколений наших отцов и дедов, чтобы это благополучие простиралось на много десятилетий вперед. Также на встрече обсудили реализацию северного широтного хода и его продолжение железнодорожной магистрали Баваненкова-Сабета. Это обеспечит связанность арктических территорий, возможность подняться по железной дороге с юга к северному морскому пути и разгрузить узкие места на существующих магистралях. На встрече речь шла и о проектах в сфере логистики и туризма. Дмитрий Артюхов представил проект туристического кластера на Полярном Урале. Он отметил, что эта часть округа привлекательна для туристов со всей страны за счет уникальной природы, культуры коренных народов и близости к столицам. Время в пути от Москвы и Санкт-Петербурга составляет менее трех часов. В планах округа создать необходимую для гостей инфраструктуру.